здравствуйте дорогие друзья я дмитрий ханин профессор высшей школы бизнеса назарбаев университета сегодня мы поговорим о том чем вам и нам может помочь предпринимательское начало в нашей карьере у нас в гостях стипендиат программы фонда сороса программы было шаг и в недавнем времени фолбрайт лауреат бизнес-коуч марат реймханов здравствуйте марат здравствуйте дмитрий первый вопрос о том почему вам не сидится на одном месте почему вы всегда меняете или часто меняете должности работы роли вот почему спасибо за очень хороший вопрос дмитрий ну на самом деле это наверное мое внутреннее я которое находится в постоянном поиске самого себя на самом деле я сменил достаточно большое количество работ должностей за 12 лет опыта работы я учился в четырех местах ездил в сша ездил в великобританию как упомянули по программе был шаг я постоянно искал себя я постоянно искал свой путь и в плане карьеры и в плане обучения потому что я считаю что постоянная самореализация постоянный поиск самого себя это то что нужно современному человеку поэтому как бы у меня я не прыгал с места на место у меня карьера она шла в рост но допустим в определенный этап своей карьеры я решил что наверное гос государственная служба и вообще корпоративный мир дал мне очень многое но мне нужно начать что-то другое начать попробовать себя в другом поэтому я выбрал бизнес и как бы сейчас являюсь бизнес тренером тот вид бизнеса который я сейчас веду то есть вы не просто как говорится летун человек который часто меняет место работы это какой-то поиск себя все-таки был это больше поиск себя но в целом конечно мы есть такая теория которая сейчас популярна среди чарщиков теория поколений xyz и эта теория говорит о том что представители поколения y поколения z это они очень часто меняют место работы максимум 4-5 лет они задерживаются на одном месте работы в среднем это три года и я считаю что это вполне нормально когда человек ищет себя именно себя он пробует пытается пытается расширить свои горизонты пытается открыть может быть даже новые профессии и вполне возможно бывает так что человек в итоге себя не находит но тем не менее он проживает очень ярко очень бурную очень такую насыщенную жизнь и в итоге этот опыт он он очень ценен очень ценен а если это перевести в русло бизнеса вот допустим человек создал одно новое предприятие или стартап потом пошел в какую-то другую область или как бы совсем другой степи как говорится вот насколько это может помочь развитию своего предпринимательского начала это хороший вопрос дмитрий я думаю так что человек который рискует и пытается что-то открыть начать свое стартапер грубо говоря у этого человека уже в характере заложено стремление постоянным изменениям постоянным множеством меня очень много знакомых предпринимательских бизнесменов стартаперов которые постоянно пробуют себя в чем-то другом в чем-то новом люди которые любят перемены в какой степени они любят перемены у меня вообще есть две теории саморазвития которые в принципе применимы в бизнесе первая теория и называю эволюционной теории это когда человек развивается постепенно то есть есть маилстоуны есть такие дорожные блоки в виде высшего образования когда человек получает бакалавра специальность магистратуру возможно phd это такие блоки есть в средней программы скажем так развития это вот одна из программ по которой ездил программа хамфри программа для профессионального развития она то есть возможно не дает никаких сертификатов никаких степеней но тем не менее она помогает человеку развиваться и третий это soft skills так называемый soft skills мягкие знания то есть это знание тайм менеджмента знание презентации как с людьми себя как вести себя с людьми в коллективе команды и так далее и вторая моя теория это теория которой я называю квантовым скачком это теория когда человек на самом деле он меняет свою жизнь резко резко причем бывают условия когда человек вынужден менять свою жизнь человек теряет работу человек теряет источник дохода что-то у него в личной жизни происходит и так далее а Бывает, когда люди просто находятся в этом болоте повседневности, им хочется вырваться, и они могут это сделать, хотят и могут, и они совершают этот квантовый скачок. Очень многие предприниматели совершают этот квантовый скачок и становятся успешными. Да, есть так называемые факапы, когда люди, предприниматели, у них не получается делать бизнес. Были успешными, а потом в новой сфере как раз не получается. Да, но это тоже бесценный опыт. И, допустим, я считаю, что вообще к квантовому скачку можно готовиться, и бизнесмены должны к этому готовиться. У меня есть такая своя любимая технология, которая называется технология последовательных изменений. Это когда вы работаете с предприятиями, да? Да, да, то есть когда я работаю, я когда веду бизнес-тренинги, эту технологию я постоянно проговариваю, мы ее применяем на бизнес-тренингах, когда человек начинает менять сам себя. Он не ждет кризиса, он не ждет кризисных резких изменений, он начинает сам работать на тех, что... Опережает даже, как бы, ход событий, да? Совершенно верно, он опережает ход событий, да, да, да. И эта теория, в смысле, эта технология, она заключается в том, что человек постепенно готовит себя. Простейший пример, я использовал ее на себе. Я, когда попал в кризисную ситуацию в своей жизни, потерял источник дохода, и как раз для меня это было квантным скачком. И это со многими случается? Конечно, это случается со многими. В моем окружении это тоже случилось, как бы, ну, как минимум, там, с несколькими людьми, моими хорошими знакомыми. И первое, что я сделал, я просто отказался от часов. Я носил часы 15 лет. Я отказался от часов. Это интересный подход, да. То есть я начал... Счастливые часов не наблюдают. Согласен. Начал что-то менять в себе, и так получилось, что вышел на какой-то новый уровень. Да, это интересно. То есть какие-то даже behavior, как по-английски поведенческие, может быть, моменты могут помочь вам приспособиться или даже подготовиться к этому квантовому скачку, о котором вы говорили. Да, да. Хорошо, значит, теперь вот такой вопрос. Я читал, что, ну, я знаю, что вы учились в лондонской школе экономики. Все верно. И вот о вашем опыте было бы интересно поговорить, тем более многие из наших слушателей или зрителей, студенты. Вот как приспособиться к этому совершенно новому окружению? Да, действительно, я учился в лондонской школе экономики на магистре госуправления. Я поехал по программе «Болошак». Практически уже прошло 10 лет, как я окончил эту школу. Но для меня это была очень такая шоковая ситуация, я признаюсь, когда я туда приехал, потому что там было все вновь. Это был первый раз, когда я вообще выехал за рубеж, не говоря о том, что я был совершенно один, без родных и близких, без друзей. И академическая система в Великобритании очень сильно отличается от академической системы в Казахстане. Там большой упор делается именно на самостоятельность мышления. То есть они дают общую картину. Они учат мыслить самостоятельно, независимо, искать детали, делать research, так называемый. То есть там нет упора на зубрежку и так далее. Да, конечно, студенты во время экзамена сидят там ночами, в библиотеке Лондонской школы. Ну, это уже, наверное, всюду такое, перед экзаменом. Я сам там сидел круглые сутки, готовился к экзамену. Но вот самое первое, с чем я там столкнулся, это была прокрастинация, так называемая. Прокрастинация, когда студенту просто… То есть замедление, типа, когда человеку нужно действовать, а он не действует. Да, не действует. Я думаю, для многих студентов это знакомо. И, ну, в итоге мне удалось с этим справиться. Но самое главное, что я вынес для себя из обучения в Лондонской школе экономики, именно вот это мысление, умение, извиняюсь, мыслить независимо, самостоятельно, видеть общую картину, которая складывается из каких-то деталей. Это самое главное, что я для себя вынес из обучения. То есть предпринимательства иногда понимают, может быть, узко, что это только создание новых предприятий, этих стартапов. А в действительности предпринимательский дух может помочь и даже в учебе. Да, конечно. Конечно. Что такое в моем понимании предпринимательский дух? Предпринимательский дух – это когда вы не боитесь, скажем так, не боитесь вступить во что-то новое, да, вступить в какую-то новую сферу, абсолютно для себя незнакомую, да. Либо даже если она незнакомая, но вы открываете ее совершенно другой стороны. То есть то же самое происходит, когда человек впервые едет за границу на обучение. Как вы сказали, это всегда шок испытывающий. Да, это какая-то шоковая ситуация. И вот здесь очень важно с этим шоком справиться. То есть я думаю, очень много людей, им не удается справляться с этим шоком. Когда я учился, были такие случаи, когда ребята, студенты наши, и по Булашаку, кто обучался и по другим стипендиальным программам, они просто не могли справиться с этим шоком. Шоком не только академической системы Великобритании, а шоком жизни в этой стране, в совершенно другой стране, в совершенно другом обществе. Они не могли с этим справиться, и, к сожалению, им не удавалось до конца обучиться, закончить свою обучу. Выпадали в осадок, грубо говоря. Они выпадали в осадок, выпадали в системы и возвращались в Казахстан. То есть это отсутствие предпринимательского духа. Да, где-то это отсутствие предпринимательского духа, где нужно рисковать, где нужно идти, не бояться и меняться. Меняться самому в ответ на эту новую среду, это как создал новое предприятие. И как бы ты ни обдумал это, как бы нехорош был твой бизнес-план, но все равно действительность может оказаться или лучше, или хуже, или совершенно другой, чем ты ожидал. Абсолютно. То есть черные лебеди и так далее. То есть постоянно все меняется. Вот у меня, например, есть одна из моих любимых цитат Бенджамина Франклина. Она звучит так. «When you're finished changing, you're finished». То есть как только вы закончили меняться, грубо говоря, ваша жизнь закончена. Эту цитату я постоянно из одного места работы на другое место работы. Надо было принести, показать. Я ее постоянно с собой ношу, вешаю на стену, на каждом своем новом месте работы. То есть нужно постоянно меняться, нужно постоянно приспосабливаться, но иногда можно менять условия. То есть не только меняться самому, но и менять свое окружение. Это, наверное, самое эффективное, что может делать предприниматель. Да, это, мне кажется, очень важный момент, что не только ты должен меняться в ответ на эти новые какие-то условия в среде окружающей, но ты можешь, в принципе, и среду изменить. Особенно, когда в родной стране, может быть, Англию трудно изменить одному студенту, какой бы он ни был успешный. Но вот в своей стране, конечно, хочется улучшать условия, чтобы они были более творческими, способствующими предпринимательству. Да, абсолютно верно. Хорошо. Теперь вопрос тоже. Я читал ваши предыдущие выступления и статьи, ваш опыт. В плане журналистики. Я знаю, что вы работали в аппарате президента республики, как раз пресс-центра республики Казахстан. И вот какой ваш опыт в плане, вот с одной стороны, погони за сенсациями, может быть, тоже предпринимательское что-то в этом есть, а с другой стороны, все-таки этика. Вот как совместить эти два начала? Спасибо за этот вопрос, Дмитрий. Ну, на самом деле, да, погони за сенсацией – это характеристика, которая, к сожалению, присуща не только многим казахстанским СМИ, она присуща многими мировым СМИ, в том числе, и достаточно авторитетным. Но вопрос этики, как раз-таки, он и призван сбалансировать эту проблему. Почему вообще существует эта погоня за сенсацией, с моей точки зрения? Потому что есть рейтинги. То есть все эти СМИ, они привязаны к рейтингам, у них есть рекламодатели, рекламные бюджеты. А рекламодатели зачастую смотрят на рейтинги. Они, может быть, даже не смотрят на контент, а смотрят на рейтинги. Количество просмотров, количество упоминаний и так далее. И для СМИ, для очень многих СМИ, к сожалению, все, что им остается делать, это гнаться за сенсациями. Я вот, к большому сожалению, наблюдаю это и среди многих казахстанских СМИ, казалось бы, серьезных, авторитетных. Но они тоже пытаются где-то поднять свои рейтинги с помощью каких-то тем, острых тем. Таких тем, которые несерьезны, на самом деле, по формату, но, тем не менее, вызывают какой-то шок и так далее. И вопрос этики, на самом деле, он призван сбалансировать. Я вот недавно, как вы упомянули, обучался по программе «Фулбрайт» Юберта Хамфри в США, в университете Мэриленда, на факультете журналистики. И там, на самом деле, огромное внимание уделяется вопросам этики. У журналистов, у бакалавров, которые 4 года обучаются этой специальности, каждый год есть как минимум 2-3 предмета, которые посвящены этике. То есть это не просто один предмет, журналистская этика. Система образования. Абсолютно. Этика освещения конфликтных ситуаций. Этика освещения бытового насилия. То есть они каждый год в течение 4 лет проходят вопросы этики. Потому что, к сожалению, без этики журналистика перестает быть профессиональной и становится, грубо говоря, бульварной. Да, желтым таким. Ну да, сейчас интересно в этом плане, если смотришь CNN, то там эту американскую журналистику сейчас лихорадят каждый день практически. Ну да. Потому что президент США новый очень любит использовать Twitter и как бы использовать свои мысли. Вот интересно, что вы думаете по этому поводу. Вот в какой степени это оправдано. С одной стороны, он как бы свою живую реакцию излагает на какие-то события. С другой стороны, многие с ним не соглашаются и с тоннами, и со всеми, может быть, с мыслями. Вот хорошо это или плохо? Насколько это этично? Некоторые считают это неэтично. Ну, на самом деле, я считаю, что это очень хорошо, что глава государства использует социальные сети и социальные мессенджеры. Причем он делает это сам. То есть он не использует для этого свою пресс-службу, не использует для этого какого-то специально нанятого человека. Да, возможно, есть, скажем так, какие-то, проходят совещания, есть какие-то советы, которые ему оказывают специалисты в этом деле. Но на самом деле, он искренне пишет об этом сам. То есть люди могут с этим не соглашаться. Я очень часто с этим не соглашаюсь. Конечно. С тем, что он пишет. Но, тем не менее, если говорить не о контенте того, что он пишет, не о содержании, а говорить о самой этой методике, то я всецело за, я поддерживаю. Я вообще считаю, что у людей, которые работают на государственной службе, находятся в публичном поле, у них должен быть хотя бы один прямой канал общения с избирателями, с людьми, с народом, скажем так. И они не должны скрываться за пресс-службами. То есть эти люди, они должны сами постоянно выходить, скажем так, в прямой эфир. Но опять-таки в рамках этики, как говорится. Естественно, конечно, есть, опять же, понятие этики. Но они у всех, к сожалению, разные, эти понятия этики. Но само использование механизма, оно необходимо. Механизм прямой связи, скажем так, с аудиторией. Ну, наверное, стоит не обижать людей, как бывает иногда вот в Америке, из-за чего и споры разгораются, а делать это более лояльно, в такой более уважительной форме. Ну, а сама форма быстрого реагирования, она, конечно, прекрасна в том плане, что дает немедленный отклик аудитории. Теперь в качестве бизнес-коуча, вот что вы наблюдаете, какие, может быть, недостатки, как вы помогаете предприятиям? Вот поделитесь, пожалуйста. Я веду несколько тренингов. У меня есть тренинги, скажем так, открытого характера, когда любой человек может прийти. Есть тренинги корпоративного характера, когда я занимаюсь непосредственно с коллективами каких-то предприятий, компаний. Я им стараюсь дать максимум инструментальных навыков. То есть, я думаю, сейчас идет такой бум по поводу тренингов, по поводу коучинга. И, к сожалению, есть, скажем так, люди, которые на самом деле далеки от тренингов, далеки от коучинга, но они пытаются, тем не менее, что-то давать. И вот я за то, чтобы были инструментальные тренинги, конкретные. То есть, например, буквально недавно в том же Назарбаев университете я провел небольшой мастер-класс по тайм-менеджменту для стартаперов. Вот на Назарбаев университете есть программа NURIS, который, это бизнес-инкубатор, и я провел для них конкретный тренинг по тайм-менеджменту. То есть, в тайм-менеджменте есть конкретные инструменты. Это вообще очень важно, мне кажется, не только для предпринимателей, для всех нас. Абсолютно, да. То есть, есть, конечно, какие-то навыки, как я говорил, soft skills, которые важны всем. Потому что все мы хотим уметь управлять своим временем, все мы хотим уметь управлять своими эмоциями, иметь высокий эмоциональный интеллект. Все мы хотим красиво, доступно, понятно говорить и так далее. Но для стартаперов, для бизнесменов это особенно важно. Жизненно необходимо. Это жизненно необходимо. Вот те ребята, которые были в этом стартапе, в этом бизнес-инкубаторе, у них великолепные стартапы, прекрасные, где-то социально направленные. То есть, я был на самом деле удивлен и восхищен теми стартапами, которые они представлены. И я также считаю, что им нужны эти soft skills. Чтобы реализовать эти проекты в жизнь, на самом деле денег, инвестиций, какой-то государственной поддержки недостаточно. Нужны эти soft skills, нужны навыки переговоров, нужны навыки продаж и так далее. Нужны навыки того же тайм-менеджмента. Поэтому все, что я умею делать, все, что я применял на своей практике. Я коммуникационщиком уже являюсь 12 лет, работаю в этой сфере связи с общественностью, коммуникациями, личностных коммуникаций. Все, что я наработал, все, что я получил в своем образовании, я пытаюсь дать это как раз-таки участникам своих тренингов. Ну да, это действительно, когда ты начинающий предприниматель, это не просто, даже если тебе удалось получить финансирование, скажем. Но надо же еще и людей привлечь. Абсолютно верно. Надо какие-то формировать партнерские отношения. И вот soft skills или мягкие эти самые навыки, умения, они, конечно, тут необходимы. Абсолютно верно, да. Теперь вопрос такой, я вот прочитал ваши любимые цитаты, одну вы уже упомянули. Мне бы хотелось пройтись как бы через эти все высказывания, которые вы цените, которые как-то вам направляют, может быть, вас. Может быть, и другие могут позаимствовать и у вас украсть эти цитаты из речения. И использовать. Вот, например, успех означает умение терпеть одно поражение за другим, не теряя воли к победе. Да. Уинстон Черчилль. Да. Ну, Уинстон Черчилль, на самом деле, это мой кумир. Это мой кумир не только как политической фигуры, общественной фигуры, но и как человека. В общем, мало кто знает, что он был еще и лауреатом Нобелевской премии по литературе. Я не знал о том. Уинстона Черчилля известно очень многое, что он был военным лидером, лидером своей страны, самым известным британцем в истории. Но и писателем. Но он был еще и писателем. Он был художником. То есть, когда бывали у него времена, когда, допустим, шла политическая борьба, он пытался немножко отойти, скажем так, подумать, переориентироваться. И в это время он рисовал. Он также писал. И он получил за эту Нобелевскую премию. И вот действительно, эта его цитата, она говорит о многом. И она, допустим, важна лично для меня. Потому что в жизни у нас это полоса, черно-белая полоса, полосы, да, зебра. Мы очень часто... Поражение, а то победы. Да, поражение, победы. Поражение, победы. Быть постоянно в режиме побед, во-первых, это невозможно. Во-вторых, это тоже иногда и приводит к поражению. Что-то всегда не получается. А может быть даже хорошо, что оно не получается. Может быть и хорошо, потому что мы для себя какие-то ценные уроки выносим. И вот эта цитата, она на самом деле меня вдохновляет, когда мне что-то не получается. Когда я встречаюсь, ну, в моей жизни происходит какое-то поражение, да, скажем так. Я чего-то не могу достичь своей цели, которую я поставил. Одну из своих целей. И эта цитата, она меня вдохновляет, что как бы нельзя останавливаться, нужно идти дальше, нужно стремиться вперед. Что есть свои какие-то цели, есть свои ценности. И нужно просто к ним стремиться, нужно к ним идти. Ну, тут еще такой момент, можно, допустим, не иметь каких-то ресурсов, вот на данный момент. Просто невозможно эту цель достичь без этих ресурсов. Тогда можно передислоцироваться, говоря военным языком, собрать эти ресурсы и снова в бой. Да, абсолютно верно, я согласен с вами. То есть, ну, не бывает так, что ресурсов нет вообще. Где-то они есть. Они обязательно есть, потому что ресурсы, они же не ограничиваются только финансами. Есть ресурсы времени, есть ресурсы каких-то наработанных отношений, связей, нетворкинга и так далее. И обязательно какой-то ресурс он всегда под рукой. И им можно воспользоваться. Всегда нужно смотреть, какие есть возможности. Я вот буквально недавно в своем фейсбуке опубликовал, составил список тех стипендиальных программ, на которые я пытался подавать сам. Вообще я их нашел больше 60. Но попытался подать на, ну, там, по-моему, около дюжины этих программ. То есть, те, что подходили ко мне. И я все время удивляюсь, что эти программы, они есть, но люди о них либо не знают, либо не интересуются, либо не подают. Поэтому вот я... Какая-то леность, есть мысли, да? Есть какая-то леность мысли, да. Может быть, есть даже уверенность в завтрашнем дне, что, как бы, ну, у меня все будет в порядке. А некоторые боятся, может быть. Кто-то боится. Ну, вот эта возможность, возвращаясь к квантовому скачку, вот, например, эта возможность для меня стала тоже квантовым скачком, поехать по программе Fullbright. Это знаменитая программа, это уже... Абсолютно, да. Она дала мне очень многое. И, как бы, вот это все списки возможностей. И у любого человека, даже если он не знает английский язык, или вообще не знает... Ну, можно и выучить. Его можно выучить. Очень многие программы предоставляют возможность обучиться языку, допустим, до того, как поехать на основную программу, да. То есть, возможностей масса. И сейчас мы живем в таком глобальном мире, все открыто, можно все посмотреть в интернете, подать на программу, участвовать в этом. То есть, я, как бы, фанат этого, я адепт постоянного саморазвития. И я считаю, что возможностей просто очень много и с каждым днем и становится все больше и больше. То есть, не стоит самого себя ставить какие-то жесткие рамки и говорить самому себе, что ты не можешь этого. Абсолютно. Надо пытаться. Абсолютно. И, возможно, получится. И это очень важно для предпринимателя. Я это хочу подчеркнуть. Я просто приведу два примера, с которыми я знаком сам. Это когда человек занимался, скажем так, в банковской сфере. Он был заместителем председателя правления одного из банков. Финансист получил образование, соответствующее за рубежом. Но потом человек занялся кроссфитом. Человек занялся кроссфитом. Совершенно другая область. Абсолютно другая область. И человек на этом сделал бизнес. Причем успешный бизнес. Я с восхищением наблюдаю за ним. Из примерно той же серии пример, когда девушка, тоже в банковской сфере, финансовой сфере, опять же получила высшее образование за рубежом, работала. И потом она открыла свою кондитерскую. Просто небольшая какая-то кондитерская. Вот такой тоже квантовый скачок. Тоже квантовый скачок. Просто люди наконец-то нашли то, чем они занимались. Поэтому не стоит бояться. Бывают люди и в 60 лет, и в 70 лет. То есть они открывают. Это тоже не зависит от возраста. Они открывают для себя что-то новое. То, чем им нравится заниматься. И иногда им удается еще на этом заработать деньги. То есть открыть какой-то свой бизнес. Поэтому бояться не стоит. Нужно пользоваться всеми возможностями. Идти во всех направлениях. То есть, конечно, нужно иметь какую-то главную цель для себя. Определить, что вот она моя главная цель. Но путей, по которым можно к этой цели прийти, их очень много. И не стоит об этом забывать. То есть к одной и той же цели можно приблизиться с разных сторон. Абсолютно. И надо найти такую сторону, которая тебе в наибольшей степени благоприятствует, может быть. Или отвечает твоему темпераменту, характеру, способностям. То есть поиск. Да. Постоянный поиск. Я по-честному завидую людям, которые занимаются тем, что они любят делать. Потому что я для себя это открыл только три года назад. То есть мне нравится вести бизнес-тренинги, мне нравится вести мастер-классы. Особенно я люблю выступать перед молодыми людьми, перед школьниками, студентами первых курсов. Почему? Потому что я считаю, что вот именно у нашей молодежи, у нее есть вот этот потенциал. И им нужно это раскрыть. Его нужно развивать. Обязательно. Большое спасибо. Надо заканчивать. Спасибо, Дмитрий, за вопросы. У нас в гостях Марат Раимханов, бизнес-коуч, стипендиат, лауреат. Множество всевозможных конкурсов. От Балашак до Фолбрейта. У нас была интересная беседа. Спасибо. Спасибо.